Добрый день. Итак, нам надо создать команду. Что нам мешает этому? Что команде работать придется в условиях неопределенности, а есть три аксиомы взаимодействия командного. Люди разные, люди, к сожалению, живые и ничего личного не бывает. Если мы хотим их использовать, то нам надо различать как-то людей. И мы начали разбираться с поведенческой классификацией диск. Диск, добивающийся, инициирующий, содействующий, конструирующий. Я еще раз говорю, что мы не говорим о типах личности. Это не нужно в управлении, это нужно в психотерапии. А в управлении нас интересует менеджменте, поведение. Поэтому, если вы заполните хороший опросник по диск, то получите, например, кроме отчета на 23 страниц. Вот такой профиль. О чем он говорит? Вот у этого человека ДИ, добивающийся, очень высокое. Это означает, что этот человек очень много, очень часто использует стиль ДИ в поведении добивающегося. Инициирующий тоже сильно выражен во многих ситуациях. А вот содействующего стиля у него практически нет. И бывает, он использует конструирующий стиль. Бывает, что использует конструирующий стиль. А еще раз, еще раз, еще раз. Когда спрашивают, как мне понять, кто член команды на самом деле, не надо понимать, кто он на самом деле. Вы не психотерапевт. Надо понимать, как он себя ведет в каком стиле и под него подстраиваться. Вполне возможно, что вы знаете, что вот посмотрим на этого человека, у него инициирующий достаточно ярко выражен. И даже вообще он зашкаливает. Он чаще бывает инициирующий, кидает идеи, говорит там много, говорит, перескакивается, но он другого. Но вы к нему пришли, а он весь перепроверяет каждую букву, какой-то немножко занудливый стал, то есть в чистом виде конструирующий. Вам не важно, почему он таким стал. Общайтесь с ним, как с конструирующим, становитесь таким же методичным. Может быть, ему шеф сказал, еще раз допустишь такой ляп, уволим. Он стал конструирующим. Когда он немного отойдет, перейдет в иницирующий стиль, переходите в иницирующий. Еще один вариант понимания. Можно как думать, например, если вы содействующий. Можно считать, что вы на 60% предположим содействующий. Что это означает? Что в 60% ситуациях вы ведете себя как содействующий, по содействующему стилю, в стиле содействующего. А в 30% ситуации вы ведете себя в стиле конструирующего. В 30% ситуациях. Например, когда вы просто общаетесь с коллегами, вы как содействующий. Например, когда вы общаетесь как начальник, вы становитесь конструирующим, каждую деталь проверяете. А когда, предположим, вы идете как подчиненный к своему боссу, вы действуете как иницирующий. Но вот добивающегося стиля вас практически нет. Еще один вариант понять, кто вы, какой преобладает у вас стиль. Спросить, какого стиля у меня точно нет. Кто точно не я. Тогда, скорее всего, вы противоположного стиля. Если вы добивающийся, говорите, у меня нет добивающегося, скорее всего, вы содействующий. Если вы говорите, что нет конструирующего, скорее всего, преобладающий у вас стиль инициирующий. И так далее. Это важно понимать. Почему? Потому что если вы сейчас вспомните человека, которого вы на дух не переносите, но объективных причин нет для того, чтобы на дух его не переносить, скорее всего, он противоположен вашему стилю. Потому что в противоположных стилях люди друг друга не любят. Если мы формируем команду, это надо понимать. Потому что, чтобы не было отторжения на уровне коммуникации, еще раз напоминаю, люди в каждом стиле нам важны. Если соберутся все добивающиеся, все в добивающемся стиле, будут намечены цели, но не будет просчитана технология. Или тупо будут идти к этой цели, хотя надо идти к другой, что дает инициирующий стиль. Если все будут в инициирующем стиле, все будут собираться 10 раз, 1000 раз, выдвигать новые идеи, но никто ни к чему не придет. Если соберутся все в конструирующем стиле, то тогда все будут продумывать детали, но в чистом виде все застрянуты, никуда не сдвинутся. Если в содействующем, все будут бояться друг друга обидеть, но тоже толку не будет, никуда они не продвинутся. Поэтому, если вы создаете новый проект, где вам нужна команда, новое дело, посмотрите, чтобы в команде присутствовали все стили. Если у вас нет человека в каком-то стиле, например, у вас нет добивающихся, в стиле добивающихся, надо говорить, ребята, окей, прекрасные идеи, у нас хорошие отношения, мы продумали технологии. Давайте четко поработаем в добивающемся стиле и вместе четко наметим, что мы хотим достичь и чем мы готовы за это заплатить. Вопрос? Меня зовут Андрей, научное обвинение, здоровый школьный генеральный директор. Андрей, скажите, пожалуйста, сбор команды, разные стили, должен ли я как управление сказать всем, что ребята, вы разные, и поэтому не беда, что вы друг друга иногда не любите? Либо это держать у себя в голове и оставлять вот… В идеале их бы послать на тренинг, чтобы на практике, в учебных ситуациях люди посмотрели на это, посмотрели, что действительно разные. Я на тренинге сталкиваю противоположные стили, и они тогда это видят, что не то, что я не прав или он не прав, говорят на разном языке эти стили. Но будет очень хорошо, если вы найдете, конечно, подходящие слова и хотя бы скажете, хотя бы вот так расскажете, можете взять мою книжку «Лидерство по-русски», продается во всех крупнейших книжных магазинах, где дискописан. Скажете, вот почитайте, вот ты себя узнаешь, а вот ты его не видишь, не любишь, а он противоположного стиля. Но посмотри, это не есть плохо или хорошо. Нам надо, каждый из нас ценен в своих противоположностях, только тогда мы можем быть командой, только тогда мы придем к успеху. Поэтому нам надо слушать друг друга, быть терпимым друг к другу и так далее. То есть, большая засада возникает, например, между инициирующим и конструирующим. В чем засада? Конструирующие не могут говорить, если не подумали. Инициирующие не могут думать, если не говорят. Что происходит в команде? Реально, совет директоров приняли решение, потом вдруг в конструирующем стиле человек начинает вставлять палки в колеса. Я спрашиваю, почему вы же там были? А меня никто не выслушал, мне никто слов не сказал. А почему вы не сказали? А там он инициирующий постоянно трындел. Я говорю, почему вы постоянно трындели? Говорит, я делал паузы. Какие делали паузы? Ну, пять секунд. А дальше я смотрю, все молчат, но я понимаю, что некому сказать ничего, кроме меня. Я дальше продолжаю. Я конструирующий, пять секунд. Пять секунд? А сколько вам надо? Тридцать. Тогда я понимаю, что человек закончил. А пять секунд, я думаю, думал ему дух перевести. Он же не знал, что инициирующему не надо дух переводить. Но когда люди это понимают, когда это отрабатывается на конкретных ситуациях, то в конечном итоге, да, сначала инициирующие очень много говорят. Добивающиеся говорят, что мы здесь сидим вообще-то. Но пора действовать, да, пора действовать, уже все понятно. Конструирующих зашкаливает, потому что на них идет поток устной информации, а им их никто не дает возможность переспросить. Содействующие не могут понять раскладку сил политических, кого важнее поддерживать, и все рушится. Но потихонечку эти начинают меньше говорить, и все становятся терпимы друг к другу. Вопрос? — Городичок Павел, генеральный директор Unites.biz. Вот вы эти четыре клеточки привязали, мы сейчас голосовали, у кого-то ярче, у кого-то слабее, но были люди, которые не привязали себя ни к чему. Ведь вот я на себя сейчас смотрю, порой я доминирующий, порой я инициирующий, порой я конструктор, а порой и четвертый тип тоже я использую в работе и в жизни. Неужели вот только эти четыре клетки могут подогнать под себя человека? Ведь эти люди, они многогранные. — Люди многогранные, получается, за счет того, что одного добивающийся находится вот здесь, а инициирующий вот здесь. То есть люди становятся многогранными за счет бесконечного количества комбинаций. Потому что здесь вот сколько угодно, здесь же не натуральные числа, бесконечного количества комбинаций. Они многогранные по этим размерностям. То есть, грубо говоря, я могу стать здесь, я могу здесь работать, могу здесь, и за счет этого я буду многогранен. Но я никуда не денусь вот с этой сценой. В этом плане эта классификация точно такая же. Почему? Потому что она делит людей на тех, которые воспринимают ситуацию скорее позитивно, конкретную, и скорее негативно. Это вот две размеры. Ну вот это так. Мы или так, или так. Но есть, конечно, вообще никак. То есть мы не проявляем личность. И мы скорее или активны, или скорее реактивны. Я более скажу вам. Более того, это практически очень хорошая управленческая шкала. Чем мы можем управлять? Мы можем управлять только временем и пространством. Ну, не в таком смысле. Но все, чем мы можем управлять, мы можем или ускоряться, или замедляться. И вот это как раз классификация показывает. Выделяя тех людей, которые в какой-то ситуации ускоряются, и тех, которые скорее замедляются. Это про время. И чем мы можем управлять в пространстве? Естественно, дистанции. И она говорит о людях, которые скорее приближаются к ситуации. Они говорят, хорошо, я вас люблю, это нормально все, здорово. И тех, которые отстраняются. Это вот здесь. Тем самым она описывает все пространство. Она описывает абсолютно все пространство, на котором я могу быть в какой-либо ситуации. Другой вопрос, что да, для простоты она выделяет четыре стиля. Потому что больше, чем четыре, у нормального управленца в голове не укладывается. А вы себя лично к какому из этих четырех стилей? Это будет вопрос вам, контрольный, в конце наших занятий. Для еще более точного описания. Как капитан команды, добивающийся, говорит. Главный результат, победа. Другие погибнут, не страшно. Других наберем, врагов уничтожить. Инициирующий говорит, конечно, нужен результат, победа. Это должна быть красивая победа. Поэтому финальный решающий гол должен забить я. Цветы шампанской несите. Содействующий говорит, конечно, нужна победа. Но вот так мы взлетели, упали, кому надо. Пусть будет череда небольших побед и результатов, но постоянных. Когда это возможно? Я помогаю другим, другие помогают мне, и мы придем к победе. Конструирующий. Конечно, нужна победа, когда это возможно. Давайте я сяду, инициирующих уберите подальше, и каждому напишу, что ему делать. А потом раздам. И у меня просьба. То, что там написано, сделайте. А то, что не написано, инициирующие. То, что не написано, не делайте. Я не понимаю, почему так сложно сделать то, что написано, и не делать того, что не написано. Но я уверяю вас, мы точно придем к победе. Точно придем. А я буду вообще не нужен, в сторонке подстаем. Это даже видно, давайте проверим. Это даже видно по внешнему виду. Вот кто сейчас себя относит скорее к большей мере добивающемуся? Поднимите руки. А инициирующему? Сиделю. Ага. Так, спасибо. Ага. Содействующему? Ага. Спасибо. Конструирующему? Ну, спасибо. Потом вы можете познакомиться ближе, да? Но то, что я видел. Добивающиеся в таких черных сидят, и скорее в деловых костюмах. Инициирующие в чем-то так посветлее, как-то по-разному. Содействующие какие-то у нас сегодня пестренькие такие, вот или в такую клеточку, или вот такой, вот почему-то пестренькие. Поэтому при опыте, при опыте, это можно различать даже по одежде. В чем мы попрактикуемся в следующей серии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok